Теперь вы знаете, чего хотят женщины. Неплохим подарком может стать билет на концерт или спектакль. Накануне такой творческий презент сделал Тюменком хор Турецкого. Коллектив выступил с предпраздничным концертом к 8 марта. А перед этим в Екатеринбурге Михаил Турецкий провел тренинг с провокационным названием «Кого хотят мужчины». В нашу область он пока с таким мастер-классом не приезжал, однако Дарья Власова встретилась с маэстро и разузнала, для наших телезрительниц секрет покорения мужчин от народного артиста России. Одним словом могу сказать, женщина должна быть, как это ни странно, умной, чтобы ее хотели мужчины. Природная мудрость на уровне генетики, понимание жизни, понимание своего месторасположения в пространстве – это очень важно. Понимание своих желаний. Женщина умная, она не позволит себе плохо выглядеть. Ну, если это только не какой-то природный катаклизм, над ней как-то совершил злую шутку. Если любые внешние данные умная женщина способна преодолеть и в свою пользу обернуть. Любые, я не побоюсь этого слова. Не все на свете могут быть красивыми, а счастье почему-то нужно всем, как в этой песне. И вот, если ты умна, интеллектуально, интеллектуально даже уберем, природный ум, все, можно ничего не читать, все в себе найти. И найти в окружающем мире, без книг. Если ты вот такая природа, ты не позволишь себе плохо выглядеть. То есть ум, я считаю, это номер один для того, чтобы для женщины самое важное качество, чтобы ей нормально себя чувствовать в природе и найти и такую женщину, чтобы захотел мужчина. Когда мужчина не дает женщине развиваться, не дает работать, ревнует, что это вообще такое? Это же вопросы. И я объясняю, что от таких мужиков надо убегать, которые не дают, не ценят твое желание развиваться как личность. Которые не радуются, когда у тебя что-то получается. Которые завидуют твоему успеху. Которые раздражаются, когда ты больше зарабатываешь. Можно смириться, а можно вот мечтать о том, например, чтобы независимо полюбить. Чтобы быть такой, чтобы не зависеть от мужского мнения, которое некачественное. Когда ты зависишь, ты делаешь вид, что ты любишь. Это очень часто так. То есть ты зависишь от материальной составляющей, очень часто. От имиджа, от образа, от понтов. Зависишь. Вот, от того, что ты сама не можешь, а он может, и он дает тебе некую идею в жизни, которая, ну, тебя устраивает, и ты, грубо говоря, крылья обрезается, ты не летаешь, ты просто сидишь в клетке, которую для тебя сформировали. Гордиться особо-то в этом плане миллион, а он их роз никому не подарил, все деньги. А, вот что касается денег, да. Однажды по телефону с любимой женщиной проговорил 6 часов, потратил гонорар за 2 концерта. Все это было в США, когда не было мобильных телефонов. А, когда минута разговора стоила 4 доллара, а доллар тогда был в такой цене, это был 2001 год. И я проговорил 2-3 концерта. То есть, мне неудобно было сказать, так шел разговор, что мы вообще-то тут типа по межгороду разговариваем, стоит денег. И я понял, что вот он романтический поступок. Я об этом буду внукам рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok